МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в благосфере развернулась дискуссия, как крестница Путина из светской львицы превратилась в революционную подругу. 12 июня заявленный и согласованный марш миллионов-два прошел так хорошо, что даже удостоился похвалы пресс-секретаря президента. Дмитрий Песков заявил, что, цитата, «Политическая культура растет, как хочется надеяться и у демонстрантов, и, разумеется, у тех, кто обеспечивает законность». На этой же неделе несогласные объявили перерыв до сентября, никаких акций. Итак, с чем уходят оппозиционеры на летние каникулы и куда катится оппозиционное движение, выяснял наш корреспондент Владимир Самборский. Пропуск в автозак. Без очередь. Начало марша миллионов напоминает ярмарку выходного дня. Предложение на все случаи жизни. Белые ленты для того, чтобы попасть в автозак, и листовки для того, чтобы выйти оттуда. Возьмите, если вас задерживают, практическая листовка с телефоном адвоката. «Кризис жанра» — это словосочетание, словно эстафетную палочку, передают друг другу собравшиеся журналисты. Марш миллионов на газетчиков и телевизионщиков нужного впечатления не производит. Нет, с маршем как раз все в порядке. А вот те самые собравшиеся миллионы немного смущают. Не количеством, а качеством. Вот в походную колонну строятся националисты. Те, кто левее, шутят. Уж больно форма у них на эсэсовскую похожа. Хотя лозунги все те же. Черно-желто-белый! Русский флаг! Свобода лозунгов и идей полнейшая. У каждого свой марш. Женщина с бейджем партийного наблюдателя на прошедших выборах, как она сама себя называет сестра Маргарита, объясняет. Пришла сюда помолиться. Мы пришли, мы сейчас договорились еще с одной сестрой, молиться за тяжко болящего Геннадия Зазюганова. Мы пришли. До молитвы пришли? В общем, да, мы малый крестный ход в рамках марша. А вот Иван Иванович, пенсионер, постеснялся назвать фамилию, пришел требовать законодательного запрета всех религиозных учений. Из жизни вижу, что иудаизм приводит к олигархизму, что православие приводит к правоворовству. И только марксизм, ленинизм рождает справедливость, равенство и братство. На марш выстраивались в три колонны. Слева представители левых сил, справа кто порадикальнее. По центру неопределившиеся. Пока формировали походные порядки, самое интересное происходило у здания Следственного комитета. Их ждали здесь с раннего утра. Первыми на допрос приехали Илья Яшин и Ксения Собчак. С журналистами разговаривать не стали, вероятно, из суеверия. А сразу пошли к следователю. Здравствуйте, на допрос приехали Яшин и Собчак. Накануне марша «Миллионов» силовики провели обыски в квартирах лидеров оппозиции. Всех вызвали на допросы. Как раз на время проведения акции. Так, в квартире Сергея Удальцова изъяли списки людей. Сейчас их проверяют на причастность к беспорядкам 6 мая на Болотной. Вчера у меня был обыск. Я им все отдал. Предлагал еще возьмите, берите больше, выносите, так сказать. После них хоть уборку наконец сделали. Так что все это я оценю очень позитивно. Нет худа без добра. К слову, сразу после обыска на сайте ГУВД Москвы выложили фотографии из квартиры Собчак. В ее сейфе обнаружили больше полутора миллионов евро в конвертах. В интернете сразу поднялся шум. А как же тайна следствия? Яшина, Собчак и Навального допрашивали почти 6 часов в качестве свидетелей по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Все это время ораторы на проспекте Сахарова напоминали собравшимся о том, что идут допросы. Они нас пугают. Они делают все, чтобы вы сегодня не пришли. В это же время в интернете разгорались настоящие словесные баталии. Главный герой Ксения Собчак. Здесь и посты в ее защиту, и аргументированные нападки, и самые разнообразные версии происходящего. Всего за полгода путь от какого х**а это вообще тут делает до одного из признанных лидеров оппозиции. За полгода уже и в авторитете реальная жертва режима. Это вам не жалкие 15 суток, которыми у нас в стране никого не удивишь. Нет. Человек на реальные бабки попал ради общего дела. Понятно, что бабки попозже тихо вернут, но осадочка останется. Преображение действительно налицо. Вот первый выход Ксении Собчак на оппозиционную сцену. Проспект Сахарова. 24 декабря 2011. Свисты у Люлюканье заглушают речь оратора. Чтобы это не было марионеточное правительство. Чтобы не было марионеточного политика, которого нам опять поставят сверху. А вот уже 12 июня 2012-го. Спустя пять месяцев. Едва ли не вся страна за нее переживает. Наши товарищи могут сегодня не выйти из следственного комитета. Там Собчак и Яшин. Мы ничего о них не знаем. Он ни одну избирательную кампанию до успешного финала довел. Известный политтехнолог Евгений Сучков даже к нам в редакцию приехать согласился. Чтобы наглядно объяснить, как в кратчайшие сроки практически из любого человека политического лидера сделать можно. Первое. Это стартовая известность. Второе. Наличие сторонников или соратников. Что еще лучше. И третье. Что возможно самое главное. Это умение грамотно и четко излагать, вербализовать, точнее, те господствующие настроения, которые существуют в обществе. Официальных обвинений в адрес Собчак никто не выдвигал. Однако в следственном комитете намекнули. Деньги из ее сейфа весьма подозрительны. И сумма, мягко говоря, немаленькая. И способ хранения. Купюры лежали в подписанных конвертах. Быть может это и есть след Госдепа. Тут уж сама Ксения возмутилась. Теперь я должна ходить на допросы и объяснять, по какой причине я храню деньги в конвертах. Вы знаете, учитывая, с какой поспешностью был принят новый закон о митингах, я думаю, что в ближайшее время будет также поспешно принят закон, как именно гражданин Российской Федерации имеет право у себя дома хранить деньги. Свой интерес к деньгам Собчак силовики объяснили просто. Ксения Анатольевна за три дня трижды меняла показания. Сначала утверждала, что это ее гонорары, которые она боится хранить в банке. Потом, что сняла эти деньги со счета на ремонт квартиры. Последняя версия подарки. Следственный комитет инициировал налоговую проверку. В качестве комментария к проверке выдержки из уголовного кодекса. Максимальное наказание за неуплату налогов в крупном размере до трех лет колонии. Если это связано с предпринимательской деятельностью, человека нельзя заключить под стражу. А юристы улыбаются. Адвокат Марина Барабанова, она как раз на подобных делах и специализируется, объясняет. Наказания существуют лишь на бумаге. Во-первых, за сокрытие доходов практически никогда не сажают. Во-вторых, пути по исхождению денег в России проследить практически невозможно. Проследить, откуда они у нее появились на счете, еще возможно. То есть, с какого счета они ей перечислены. Если говорить о наличных, как их проследить, ну, это только можно, если она сама расскажет, откуда у нее эти деньги взялись. Тем временем на марше миллионов за судьбу Собчакса товарищи, хоть и переживали в усиленном режиме, о деньгах старались не говорить, чтобы классовую ненависть не разжигать. А на сцене придумывали все новые формы протеста. Окупай! Следственный комитет. Окупай! Это слово окупай в сленге протестующих появилось здесь, возле памятника поэту Абаю Кунанбаеву. В самые пиковые моменты собирались тысячи людей, происходили дискуссии, оповещения о текущих событиях. Социолог Александр Бибков вспоминает, как недавно ходил по лагерю оппозиционеров, выяснял общественное мнение. Он еще в декабре создал НИИ митингов, независимую исследовательскую инициативу. С тех пор вместе с коллегами изучает, как меняются настроения тех, кто выходит на уличные акции. Протестное движение принято воспринимать как череду митингов. Между тем, то, что произошло в начале мая, представляет собой совсем новую фазу. И она крайне интересна именно тем, что люди перестали обращать свои взгляды куда-то наверх, с критикой происходящего. И стали возвращаться на улицу для того, чтобы все чаще и чаще общаться друг с другом. По словам Александра, протест не то, чтобы затихают просто митинги, уже оскомину набили самим протестующим. Если в декабре это было модно, то сейчас скучно. Снова это словосочетание «Кризис жанра». Потому в сценарии «Марша миллионов» полтора часа отвели на митинг и еще два с половиной на концерт приглашенных музыкантов. Даже новые правила игры огня в ряды протестующих не добавили. Про новый закон о митингах вспоминали часто, но не нарушили его ни разу. На лицах пришедших журналистов читалось разочарование, никто не скрывал. Все ждали чего-нибудь в духе первого марша, чтобы и дым был, и огонь, и разбитые в кровь лица, и красивая картинка на камеру. Но комом, видимо, бывает только первый блин, поэтому второй по счету «Марш миллионов» прошел строго по сценарию. И согласно расписанию, уже за семь минут до конца заявленного времени на проспекте Сахарова, кроме полицейских, никого не осталось. Владимир Самборский, Глеб Стерхов, Евгений Сембиряков, Руслан Казаченко, Павел Матвеев, Ольга Соловьева, Алексей Миронов. Вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова